Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи» и Марина Комиссарова с вами. Сегодня в нашей студии Константин Александрович Сафронов. Константин Александрович, если можно так сказать, военный корреспондент, он не раз бывал на Донбассе, в тех горячих точках, о которых мы с вами слышим только с экранов телевизора из федеральных новостей. Константин Александрович, каким образом родилась идея снимать военные очерки и поехать в то место, которого нормальные люди избегали бы в мирной жизни? Мне самому интересно побывать в военных действиях, поснимать то место, где идет война. Послушать людей, как они стали воевать, потому что большинство из них раньше были не военными, а простыми таксистами или еще кто-то. Фермеры, я знаю многие истории, о которых рассказывают, что сейчас они герои, кто-то стал офицером. Судьба всех изменила. А впервые вы туда попали, можно сказать, не случайно, конечно, но все же вы не знали, на что вы идете, что вы увидите. Какими были ваши впечатления, когда вы попали? Я стал ездить с самого начала, с событий летом, вместе союз офицерами. Начало жуткое. Разбитые дома, голодные старики, несчастные дети, которую война здоровье подкосила. И меня это очень тронуло. Поэтому вы поехали еще и еще, и сейчас бываете там довольно-таки часто. Я к этому очень втянулся, привязался. Меня там ждут постоянно и рады всегда видеть. Исколесил весь Донбасс, начиная с Луганской и до Азовского моря практически. И все исколесил. Помимо той разрухи, которая оставляет за собой боевые военные действия, вы видели и сам процесс? Насколько я понимаю, вы не раз бывали на передовой? Да, в Коминтерново был, в Горловке, в Добальцево. Приходилось видеть всякую картину, такую интересную. Как будто то ли Сталинград, то ли День Победы 1945 года. Как дети чумазые, грязные, сидели вместе с солдатами у костра, ели ихнюю еду. Мне кажется, каждый из нас не раз видел фильмы военных лет, читал книги. И об ощущениях солдат, которые принимали участие в боевых действиях, мы знаем только по отзывам. Вы же сами чувствовали, каково это, когда смерть рядом, только руку протяни. Неужели не страшно? Ну, как ни странно, мне не страшно. Поначалу, когда все это, я не знал, что именно там происходит, было напряжение. А сейчас как-то не испытываю никакого страха. Вообще, как вы сами оцениваете, у нас здесь мирное время более или менее, какие-то экономические трудности. И в то же время, совершенно, можно сказать, рядом, но не так далеко в масштабах планеты, идет война, люди убивают друг друга. Да, всего 700-800 километров от нашего дома идет война. Это очень близко, на самом деле. Можно ли оценить ваш позыв к тому, чтобы быть военным корреспондентом и фиксировать в вечности вот эти картины? Зачем вы это делаете? Я сам не знаю, для чего я это делаю. Это позыв в мое сердце. Донести до людей и, как творческому человеку, показать всем вот эту картину страшную. И можно сказать, что раз вас ждут, значит, для людей важно, что вы все-таки занимаетесь этим, показываете это общественности. В частности, вы сотрудничаете с кем-то из жителей Донбасса, например, на песню «Не стреляй» сняли клип? Да. «Не стреляй» – это лейтенант, да? Старший лейтенант, бывший до войны простой таксист. Автор песни. Да, таксист. Так как я постоянно езжу танцопровождением, и меня с ним судьба столкнула. Я узнал, что он сочиняет стихи и песни, музыку он сочиняет на эти стихи. И как-то, само собой, все получилось. Мы даже не думали, что будет этот клип какой-то. И очередной раз мы ездили на передовую в аэропорт Донецка. Заехали в дом простой, разрушенный, и сняли клип. И там детский приют находился, они подшефные детского приюта. И они разучили песню к нашему приезду. И потому получился этот клип вместе с детьми. Я предлагаю небольшой отрывок этого клипа посмотреть прямо сейчас в нашем эфире. Сколько судей переплела, сколько жизней переломила, Сколько мирных людей убила, необъявленная война. Когда вспыхнула вдруг она, люди грудью своей закрыли Землю, что у границ России, и остались не навсегда. Не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, и гласа морили. Но лишь разносно их косили, минолеты и снайпериад. Что ж давай, нас стреляй. Смерть без неба, не бой бросались. Слава вечную подрывались. И бессмертные, и медла. Вот это та ужасающая реальность, которая для нас кажется каким-то, да, очень далеким чем-то. Но это жизнь тех людей. А получается, дети продолжают ходить в школу, люди продолжают работать на производствах. И при этом рядом погибают их близкие. Ваши близкие как отнеслись к вашему такому занятию? Друзья не понимают, почему я это и делаю. Но меня туда тянет. Близкие, конечно, против. Всегда насторожены, когда я туда уезжаю. Потому что мало ли что, все может быть. Они, конечно, против. Ваша профессиональная деятельность в течение всей жизни никогда не была связана с военным делом? Нет, никогда. Вот именно вот это событие, то, что произошло на Украине, меня как-то толкнуло на это. То есть вы почувствовали некую необходимость быть рядом с братским народом, если можно так сказать? У меня проснулся какой-то патриотизм. Все-таки дух единства и патриотизма. Да, именно в тяжелую ситуацию проявляется наш славянский характер. И то же самое вы ощущаете, насколько я понимаю, среди жителей Донбасса? Да, там народ сплотился очень. Видно картину, как в прошлом году было на 9 мая, на празднике Победы. Как ветераны не войны уже, а войны на Донбассе. Бывшие встречаются со слезами на глазах, обнимаются. Тяжело смотреть на все это. Очень много молодых воюет ребят. Ну и стариков. А много ли работ у вас уже на счету очерков, видеоочерков? Ну, где-то фильмов 10 у меня есть. Разбитые Никишина, Дебальцева, Луганск, там шахта юбилейная. Ну, много там Коминтерного с ребятами встречался. Вот. Можно, в принципе, это все посмотреть на Ютубе. Вот. Ну, если клип еще раз хотите посмотреть, можно вбить туда Сергея Лысенко с песней «Не стреляй». И на моем канале можно это все увидеть, в принципе, там найти. Скажите, как ваш канал проще всего найти для наших телезрителей? Ну, там просто Константин Сафронов под именем и все. И можно все ваши очерки со всеми ознакомиться? Да, там поискать. И такой вопрос у меня. Были ли ситуации или картины, которые больше всего вас шокировали? Наиболее яркое, конечно, наверняка было первое впечатление, да, когда вы увидели разрушенные деревни. А есть ли те моменты, которые навсегда остались у вас в сердце, о которых вы, может быть, вспоминаете? Ну, впечатления первые были в Луганске, когда у людей не было ни света, ни воды. Все приходили куда-то за водой, в колонки, наполняли воду к себе домой, тащили в этой тяжести, электричество. Кто-то заряжал себе через генератор на улице, ставил генератор, а люди приходили, заряжали себе телефоны. Но атмосферу такую я не видел, как это люди. В Дебальцево тоже, когда песни на площади военных лет поют, а там старики танцуют. Вот, окунаешься прямо в атмосфере, все разбито и кругом. Спасибо вам, что нашли время для того, чтобы прийти в гости к нам в студию. Я надеюсь, что наша беседа заинтересовала вас, дорогие телезрители. У нас в гостях был Константин Александрович Сафронов. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков и желаю вам всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова